Сегодня много инициатив исходит от губернатора, направленных на самозанятость сельского населения. Мы отстаем в Назаровском районе практически последние годы, не участвуем ни в одной программе, которая идёт по линии министерств. Нет фермеров, нет кооперативов новых. А эти инициативы, они находят и притворяются в жизнь других территорий. Да, наверное, Назаровцы ещё привыкли к тому, что люди были заняты в реальном секторе экономики. Но не будет этого. Жизнь меняется несколько в другую сторону. И сейчас надо идти по принципам, ну будем так говорить, поиска тех звёздочек в каждой территории, которые могли вокруг себя создать кооператив, развить личное подсобное хозяйство. Я на примере, я говорю, готов собрать всех глав сельского совета Назаровского района и свозить на юг края. Просто посмотреть и поделиться опытом, как их коллеги там работают. У нас есть кооперативы, которые обслуживают более тысячи личных подсобных хозяйств. Личное подсобное хозяйство, мы так посчитали, если ты держишь пару-тройку коров, это личный доход, семейный бюджет порядка 30 тысяч. И поверьте, таких инициатив много. И люди держат личных коровёных, личных подсобных хозяйств там, где и реальный сектор экономики присутствует и развивается очень мощно, динамично. Но технологии, которые сейчас внедряются в сельском хозяйстве, они само по себе ведут к высвобождению трудовых ресурсов. И поэтому это наша стратегическая направленность, это перспектива, над которой нужно задуматься не только на уровне краевого правительства, а прежде всего на местах. Мы не найдём людей и не привезём их в отдельные селы и деревни. Надо там этих людей искать. А мы им поможем стать на крыло.